Валерий Седов В Рязанской области продлили региональную выплату при рождении ребенка. Речь идет о сумме в 20 и 50 тысяч рублей в случае первенца. Губернатор Павел Малков прокомментировал это решение. Региональную выплату по рождению детей в Рязанской области получили уже более 4 тысяч семей. Такая мера поддержки появилась в этом году по инициативе губернатора. С февраля власти стали единовременно выплачивать при рождении ребенка 20 тысяч рублей, а при рождении первенца у женщин до 25 лет 50 тысяч. Социальную поддержку предоставляют независимо от дохода семьи, но при условии, что ребенок родился на территории Рязанской области. Такие меры, на мой взгляд, строго необходимы. Стимулирование рождаемости, выплаты при рождении ребенка. Они сами по себе проблемы целиком с демографией, с повышением рождаемости не решат. Но это обязательно должно быть в комплексе всех остальных мероприятий, которые у нас реализуются. Поэтому, конечно, эта мера есть. Она себя зарекомендовала достаточно хорошо. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, вектор на рождение детей задан верно. В регионе растет количество многодетных семей. Их уже 14 тысяч 200. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр в срок не более трех календарных месяцев со дня рождения ребенка. 17 ноября в магазинах Рязанской области не будут продавать алкоголь. О запрете розничной торговли напомнило региональное правительство. Ограничения эти связаны с празднованием Международного дня студентов. В частности, в регионе под запрет попали пиво, пивные напитки, сидр и другие. Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита. Напомним, в регионе запрещена продажа спиртных напитков в следующие праздники. День российского студенчества 25 января, Международный день защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября и Международный день студентов 17 ноября. Необычное происшествие приключилось в Спаск-Рязанском. Юноша решил впервые попробовать алкоголь и это привело его на скамью подсудимых. Подробности далее. Издалека не совсем понятно, чем занимается этот 18-летний парень. Поясним. В руках у него нож, практически тесак. На голове была клава, чтобы не узнал никто. А в крови несколько промилле алкоголя. Вот так юноша решил выпить в первый раз. Органами следствия установлено, что молодой человек 2005 года рождения, учащийся одного из учебных заведений города Спаск-Рязанский, 19 мая 2023 года не отправился на занятия, а отправился на участок местности вблизи указанного города, где начал распивать спиртные напитки. При этом до того, как отправился на данный участок местности, он совершил хищение ножа в магазине «Пятерочка». Буянить юноша начал сразу, как только вышел на тропу войны с окружающим миром. Сначала напал на шины ЖЭКовского трактора. Попытался атаковать их ножом, те выстояли. Тогда свой путь воина он проложил до ближайшего учебного заведения, где немного поугрожал ребятам в курилке. Не получив ответа, парень двинулся дальше, к своей школе, где неожиданно напал на автомобиль и мотоцикл. Первому раскромсал крыло, второму – сидение. В общем, оттягивался по полной, пока его не скрутили. В своем учебном заведении, кстати, юноша характеризуется положительно. Рос в многодетной семье на учете в ПДН не состоял. Просто сверстникам, видать, завидовал, что они уже с алкоголем на короткой ноге, а он нет. Вот и решил попробовать. И попробовал. На статью. Как и обещал, продолжаем обновлять городской транспорт. 22 троллейбуса готовы к выходу на маршруты. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. Написал в своем телеграм-канале Павел Молков. В том, что троллейбусы уже могут выходить на маршруты, губернатор убедился лично. 22 троллейбуса из Санкт-Петербурга – очередной шаг к обновлению автопарка общественного транспорта. На улице Рязани эта партия выйдет уже совсем скоро. Им нужна небольшая косметика, после которой троллейбусы будут приведены к единому стилю. Губернатор на этом настоял, и, по словам Павла Молкова, на их бортах теперь не будет рекламы. От нее власти отказались полностью. Вся партия соответствует транспортной безопасности. Во всех оборудованы информационные табло, установлены системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения. Сейчас они приводятся в порядок, приводятся к единому бренду, потому что я считаю, что это тоже строго обязательно. Не просто разномастная техника, а единый стиль, который сразу прибавляет какого-то комфорта на улицах, связанности. В целом придает дополнительные черты лицу нашего города. Поэтому они сейчас все приводятся в порядок, все оформляют в соответствии с единым брендом и в ближайшее время выйдут на улицы. Плюс у нас сейчас приобретается дополнительно 5 новых троллейбусов и приобретаются большие автобусы. Поэтому, как и обещали, продолжается такая масштабная реформа общественного транспорта. И в ближайшие несколько месяцев мы увидим еще большое количество новых машин на улицах. Вот я сам езжу по улицам и каждый раз, когда вижу старый троллейбус, это вот прямо сердце переворачивается. Конечно, хочется, чтобы все они с улицы уже наконец ушли. И мы такой вот представили современный облик города, по крайней мере в общественном транспорте точно. Первые 10 машин выйдут на линии в самое ближайшее время, остальные в течение ноября. С учетом запросов жителей, троллейбусы будут обслуживать маршруты номер 1, 3, 5, 9, 10 и 16. В Рязанской области набирает оборот и проект «Активное долголетие». Это когда пенсионеры занимаются спортом, творчеством и проводят время в компании единомышленников. Всего по программе предусмотрено порядка 346 площадок и более 600 мероприятий. Для здоровья, для ума и для творчества. «Активное долголетие» помогает рязанцам серебряного возраста найти занятия по душе. Да еще и в компании единомышленников. Проект стартовал летом этого года и объединил различные досуговые мероприятия для пенсионеров. Одна из площадок – научно-методический центр народного творчества. Сюда приходят рязанцы из областного центра и муниципалитетов, чтобы поделиться своими творческими идеями и успехами. «Вот этот проект «Активное долголетие», который произнес и учредил губернатора Рязанской области, нам кстати, потому что, собственно говоря, деятельность активного долголетия расширилась, площадок много, и самое главное, что власти заинтересованы и всячески этому потворствуют. Здесь, конечно, клуб прирастает участниками, потому что люди понимают, что где-то он работал, а ручки-то их надо обязательно чем-то занять, мелкой моторикой, альцгеймер, чтобы не догнал. Вышивка лентами, пэтчворк, одежда ручной работы. Мастерицы клуба сегодня делятся своими идеями и ждут предстоящую выставку по случаю юбилея самой старейшей участницы коллектива – Раисе Николаевне Фадеевой в следующем году 90. Кстати, она и организовала творческое объединение «Хозяюшка» 10 лет назад. Я занимаюсь и решила организовать, пусть и клуб мне не нравится, я хочу назвать это творческое объединение, потому что женщины занимаются не только лоскутным шутивом, они вяжут, живописью занимаются всеми видами народного творчества. Мастерицы называют свое объединение вторым домом. Здесь каждый чувствует себя частью большой семьи, где можно рассчитывать на поддержку и понимание, причем не только в творчестве. Спортом занимаемся, стараемся, выезжаем на природу. Раиса Николаевна у нас прекрасный организатор. Она всегда приглашает к себе на дачу, там село Кузьминское, рядом с Константиновым. Мы туда с удовольствием приезжаем, помогаем ей. Работа над проектом «Активное долголетие» «Здоровая Рязань» проходит по всему региону. Принять участие в мероприятиях может любой инициативный пенсионер. Более 100 тысяч людей старшего возраста уже вовлечены в программу по 20 различным направлениям. От творческих мастер-классов до обучения компьютерной грамотности. Узнать о ближайших мероприятиях можно на сайте программы «Активное долголетие», где представлена интерактивная карта нашего региона. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В разгаре фестиваль «Свидание на театральной». Уже два спектакля о любви от гостей из Казахстана и Иванова позади. Расскажем, как все это прошло. Времена меняются, проходят столетия и даже тысячелетия, а тема любви остается едва ли не самой важной и волнующей для человечества. Как бы ни складывались исторические события, любовь неизменно сопутствует людям. В разных ипостасях, о которых пишут стихи и картины, складывают песни и ставят спектакли. Восьмой фестиваль «Свидание на театральной» традиционно открылся в ноябре, в этот понедельник. Что может лучше рассказать о любви, чем народный эпос? В каждой стране, в каждой культуре есть основа, древние баллады, легенды, повести. Есть такое фундаментальное произведение и у казахов, чей спектакль открыл фестиваль. Я очень люблю подобные погружения. Я не могу сказать, близко ли это ко мне или далеко от меня, но при соприкосновении с любой культурой, особенно настолько древней, настолько красивой, становится как-то трепетно. И это здорово. В спектакле была одна прекрасная, тонкая краска, столь же неожиданная, как выход для меня на первый план, не центрального героя. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, потому что не всех называли по именам персонажем, а все-таки текст не самый близкий, не самый знакомый. Кажется, этот персонаж отмечен в программке как лошадь. И вот эта вот лошадь, к вопросу о табуне лошадей, она была чудесно, прекрасно, норовиста и очень, точна, актерски. То есть сейчас я уже ухожу от эпоса к театру. Вот кто был по-настоящему точен, остер, красив театрально, так это Анастасия Лахтинна. По признанию руководителя театра попасть в Рязань на свидание, казахская труппа мечтала давно. И вот, наконец, спектакль «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» прошел отбор и сыгран на рязанской сцене. Изъясняться о любви можно на разных языках, но мне кажется, что язык театра, на котором мы сейчас вам покажем наш спектакль «Козы Карпеш» и «Баян Сулу», покажет нашу душу, наверное, потому что история «Козы Карпеш» и «Баян Сулу» дорога каждому казахстанцу. И мне кажется, что этот фестиваль, он объединяет наши народы. Разнообразие жанров и форм – отличительная черта фестиваля, ведь о любви каждый говорит на своем языке. И уже второй день свиданий поразительно отличался от первого – «Иванова опера». Из рассказов «Ивановцев» из «Шума городских улиц» создано уникальное произведение. Голоса, тексты и шумы складываются в масштабную симфонию оперу города. Здесь не поют артисты, здесь звучит город. В ноябре 2020-го команда из Москвы в составе режиссера Алексея Размахова, хореографа Алексея Щербакова и драматурга Юлии Поспеловой проводила лабораторию, в рамках которой артисты Ивановского театра освоили технику документального театра «Верба Тим». Это технология, при которой пьеса делается из интервью актеров с реальными людьми, дословно расшифрованных драматургом и точно воспроизведенных на сцене. Эксперимент и лег в основу проекта о повседневной жизни города, его скрытой сущности, горестях и радостях людей. Во вторник рязанцам удалось посмотреть этот экспериментальный спектакль. А в среду зрителей ждет Мордовская постановка «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Спектакль не о созвездии Зодиака и не о бытовом приборе. Это постановка о весах судьбы, на чаше которых жизненные ценности людей, персонажей этой пьесы. Кстати, в социальных сетях Рязанского театра драмы можно смотреть дневник фестиваля, выдержки из спектаклей и интервью с участниками. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова